Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Похоже, биткоин входит в начальные стадии того, что приведет его к цене в 100 тысяч долларов. Почему я так думаю? Узнаешь в этом видео. Годы назад, когда биткоин стоил 5 тысяч долларов, кто бы мог предположить, что уже в 2021 мы будем говорить о 60 тысячах и о потенциальном рывке до 100 тысяч долларов. Если ты был подписан на мой канал тогда, ты знаешь, я всегда верил в биткоин даже тогда, когда его хоронили абсолютно все. Итак, что же должно произойти, чтобы биткоин рванул на 100 тысяч долларов? Каковы причины, что будут прятаться за этим рывком? Ведь IPO Coinbase уже прошло, что же еще должно произойти в этом году? 26 апреля происходила телефонная конференция Tesla Motors, где подводились итоги первого квартала компании Tesla. Илон не особо раскрывал свои карты, но мы узнали главное, что из-за ростом биткоина и за его масштабной коррекцией стояла в том числе и Tesla. Сначала купившая биткоины на полтора миллиарда долларов, а затем продавшая 10% своих биткоин-накоплений. Если рассматривать интернет как кирпичный забор, то я обнаружил надпись какого-то вандала. Он написал, Илон Маск думает, как превратить биткоин в экологического монстра. Если ты не увидел эту же надпись на этом же заборе, я напишу ее таким жирным шрифтом, что ты разберешь каждую букву прямо сейчас. 21 апреля 2021 года официальный твиттер Square написал, если биткоину и нужно что-то, то что-то больше белых бумаг. В нашей белой бумаге команды Square и Arkinvest объединяются, чтобы доказать, биткоин это ключевой двигатель будущего возобновляемой энергетики. Ниже мы находим ссылку на эту белую бумагу. Биткоин и майнинг криптовалют это идеальное сочетание для развития индустрии возобновляемых источников энергии. Майнинг криптовалют предоставляет альтернативный способ дохода для организаций и институтов, вовлеченных в сферу альтернативной энергетики по всему земному шару. Джек Дорси, создатель твиттера и Square, ретвитнул этот пост и написал, биткоин стимулирует возобновляемые источники энергии. В комментариях под этим постом нарисовался и сам Илон Маск, который написал, это правда. Зачем Маск написал это? Просто хайпануть и получить признание людей за его такие добрые, зеленые для природы намерения? Сомневаюсь. Есть куда больше причин для этого, чем примитивные человеческие потребности. Так с кем же Square запустили эту белую бумагу? Конечно же, ARK Invest. Вместе они пишут следующее. Инициатива под названием «Биткоин чистая энергия» разработала эту небольшую исследовательскую работу, чтобы поделиться нашим видением того, как добыча биткоинов в сочетании с возобновляемыми источниками энергии ускоряет глобальный энергетический сдвиг. ARK Invest также предоставила исходный код модели, которая демонстрирует, как добыча биткоинов может ускорить эволюцию энерготехнологий, увеличить их эффективность и уменьшить себестоимость. Эта работа – просто начало того, что, как мы надеемся, выльется в плодотворное решение этих проблем. Эта работа откроет обильное, экологически чистое энергетическое будущее. Как мы видим, ARK Invest – это не просто какой-то там фонд. Они максимально вовлечены в эту историю. Кто же это такие? Это компания, которая управляет инвестициями в Нью-Йорке. Их основным полем деятельности является решение деструктивных проблем, таких как, например, изменение климата и разрушение экологии. Они также активно инвестируют в прорывные технологии. Создательница и владелица этого фонда – Екатерина Вуд. Компании всего 7 лет, но они уже управляют активами на сумму в 50 миллиардов долларов. Хм, интересно же, какое у них портфолио. В топ-3 наиболее жирных их инвестиций мы находим Теслу и Square. Интересно, что для Теслы они предполагают цену от 3 до 4 тысяч долларов в оптимистичном прогнозе. В начале этого года они увеличили свои инвестиции в Grayscale Bitcoin Trust на 2,14 миллионов акций. И, наконец, совсем недавно они инвестировали 246 миллионов долларов в акции Coinbase, которая только была добавлена на NASDAQ. Как же много связей Arkinvest с Coinbase, Bitcoin, Tesla и Square. Очевидно и то, что они настроены очень оптимистично ко всем элементам этих связей. Почему же этот инвест-фонд делает это все? Просто так делать нечего? А может они в курсе того, о чем нам не говорят публично? Будущее биткоина связано с ними. Arkinvest, Coinbase, Tesla и Square. Эти 4 элемента приведут цену биткоина до 100 тысяч долларов. Создательница Arkinvest также прокомментировала пост о стимулировании биткоином возобновляемой энергетики. Она написала. Сотрудничество Arkinvest и Square развенчает миф о том, что майнинг биткоина приносит вред окружающей среде. Объединение технологий криптомайнинга, искусственного интеллекта и хранения энергии запустит повсеместное внедрение возобновляемых источников энергии, которая, скорее всего, ускорится. Одним из исследователей, которые будут участвовать во всем этом действии, оказался сотрудником Arkinvest. Он специализируется на роботехнике, электротранспорте, способах хранения энергии и альтернативной энергетике. Он также репостнул этот твит от Джека Дорси, но самое главное вот это. Это очень интересный пост от Сэма Коруса, сотрудника Arkinvest. Он написал «Предупреждение о грядущем слиянии. Солнечная энергия плюс батареи плюс биткоин. То, что Тесла сделала для снижения стоимости батарей, майнинг биткоина может сделать для возобновляемых источников энергии». Сэм Корус из Arkinvest прямо говорит о том, что грядет и что в этом фактически будет замешана Тесла. Так что же, исходя из всего этого, может произойти уже в этом году? Всего месяц назад просочились слухи о том, что Тесла разрешит использовать свои суперчарджеры для любого электротранспорта, а не только электрокаров Тесла. Ну и при чем тут это? Что ж, тогда, когда это случилось, некоторые пользователи Reddit обнаружили информацию также и о грядущем масштабном обновлении приложений Тесла. Официально об этом еще не было заявлено, но мы находим следующий твит, который на это намекает. «Срочные новости. Тесла собирается открыть свои суперчарджеры для электротранспорта, не являющегося Теслой. Каковы требования? Зарядной адаптер и приложение Тесла. Приложение Тесла». Очевидно же, для этого придется его обновить, и я думаю, это будет масштабное обновление, которое объявят после еще одного объявления о партнерстве Тесла и Сквэра. Сквэра возьмет на себя предоставление функционала для проведения платежей для тех, кто находится вне сети Тесла. Что ж, если партнерство Сквэра и Теслы произойдет, это будет очень круто. Но что насчет биткоина? Что ж, он придет в следующих версиях того, что называется Тесла Powerwall. Это такой аккумулятор, разработанный Теслой. Он предназначен для сохранения энергии в целях бытового использования в том числе. Например, для кондиционеров, стиральных машин или зарядки электрокаров Тесла. Ходят слухи, что новые версии Тесла Powerwall будут обеспечивать владельцев домов и криптомайнингом, конкретно биткоин-майнингом. Учитывая все то, о чем мы сегодня говорили, это кажется правдой. Новый Powerwall легко соединит криптосети с индустрией солнечной энергии. Приложения Теслы уже готовятся интегрировать в новые реалии, наделив новыми функциями. Например, очень простым для потребителя управлением своими криптовалютами. Да, следующее поколение программного обеспечения Тесла, очевидно, будет интегрировано с криптосетями. Сейчас это кажется утопией и фантастикой, но если подумать, то, что происходит сегодня, три года назад, тоже казалось фантастическим бредом. Есть еще одно доказательство этому безумному будущему от Тесла, Арк Инвест, Сквея и Биткоина. Брэд Винтон, тоже сотрудник Арк Инвест, пишет у себя в Твиттере. Сама по себе система солнечных батарей испытывает падающую доходность, поскольку она пытается удовлетворить большую долю спроса на энергоносители. Однако, в сочетании с биткоин-майнером, система может быть эффективной, чтобы достичь необходимого качества без ущерба для рентабельности. Ну что ж, подойди снова к тому кирпичному забору, у которого мы с тобой стояли в начале этого видео. Теперь ты видишь ту же надпись, что и я. Альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии в паре с биткоин-майнерами. Например, домашние системы Powerwall от Тесла и биткоин-майнеры, встроенные в них. Ребята, если это все правда, тогда 100 тысяч долларов за биткоин, это даже как-то мало. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк. Это моя большая мотивация работать дальше, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись роликом с друзьями, комментируй и обязательно Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok